МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вера, вы знали, что у мужа такие дела существуют? Про мошенничество, да, я знала. По поводу убийств не знала ничего. То есть вы не знали, что вот столько трупов, да? Вы когда узнали сами? Сама узнала в июле 2018 года. Каким образом узнали? От следствия? От следователя Аказеева, Коншубея, Шамильевича. Скажите, а муж вам что-нибудь говорил в своё оправдание? Нет. Ничего? Нет. Вы с ним больше не виделись? Вы разговаривали? Ну, мне не давали разрешения на свидание. Сейчас вы в СИЗО. Как вас содержит? Ну, содержит, мне также не разрешают со свиданием. Не есть детьми ни с кем. Дети с кем? Со свекровью. Со свекровью. Что вы хотите сказать сейчас на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту? На сегодняшнюю минуту? Ну, в том, что я не виновата, в том, что меня оговаривают. Напомним, по мнению следствия, на счету членов банды 9 убийств, ряд мошенничеств и краж. Уголовное дело расследовалось в отделе по особо важным делам регионального следственного комитета. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется создание преступного сообщества, организации и участие в нем. Совершено 9 убийств, а также 5 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой. А вот участь жертв подсудимых. Трое утоплены в городских карьерах. Один живым утоплен в проруби реки в Ромешковском районе области. Еще трое живыми закопаны в могилы кладбища в Конаковском районе области. Один из членов банды Насиров, а он пошел на сотрудничество со следствием, недавно выслушал приговор. Его дело было выделено в отдельное производство и в суде рассматривалось в особом порядке. Приговор Насирову – 15 лет изоляции от общества в колонии строгого режима. Сегодня стало известно, что Насиров подал апелляционную жалобу на приговор Конаковского городского суда. О решении апелляционной инстанции мы сообщим позже. И добавим, формирование коллегии присяжных заседателей по уголовному делу пройдет 10 января уже 2020 года. Мы следим за ходом событий. Внимание! Ищем свидетелей ДТП. 4 декабря в 17.40 на 220-м километре трассы М-10 в Торжокском районе области микроавтобус Volkswagen T5 белого цвета врезался в опору уличного освещения. По словам водителя иномарки, его машину задела попутная фура, которая с места происшествия скрылась. Просим откликнуться очевидцев аварии, а также людей, остановившихся на месте. Телефон для связи на ваших экранах. Сегодня стало известно, что в больнице скончался пассажир Volkswagen. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова